Итак, друзья, всем привет! Это наш очередной проект по частному дому. И за моей спиной все, что вы видите, этого у нас не было. Здесь был небольшой у нас угол. И по решению заказчика было принято решение сделать там гостевую ванную комнату. Поехали! Итак, здесь у нас было небольшое помещение. Вот от того, точнее был небольшой угол вот от этого места. И примерно вот до сюда. Здесь мы это все дело будем собирать перегородку. У нас здесь теплый пол, вот видим гребеночка, да, стоит. Соответственно, вниз мы не имеем права засветливаться, потому что повредим трубу. Вот, я вам покажу, как мы это все дело будем собирать. И, естественно, было принято решение обустроить данный угол правильно. Вот, и в данном помещении нет у нас отдельной ванной комнаты. И приняли решение мы сделать полноценный санузел. Итак, ванная комната у нас совсем небольшая. Изначально эту перегородочку мы возводили из гипсокартона. Все облицевали керамогранитом. На стенах была у нас краска и декор. Мы это все дело счищали. Очень непривычные здесь неудобные потолки. Они имеют у нас некоторое закругление, формы. Вот с этим пришлось нам бороться. Точно так же подрезать везде плиточку и делать аккуратное примыкание. Вот эти вот все места примыкания мы проходили с силиконом. Потому что корректно подвести и сформировать там угол из краски и плитки не совсем получается. Прежде чем возвести вот эту перегородку, наши дизайнеры все точно рассчитали для того, чтобы там вместилась и полноценно дышевая кабина. И чтобы мы могли протянуть коммуникации, а они у нас клоу находятся вот в этом углу, провести вот сюда и сделать здесь еще полноценную раковину. И чтобы расстояние у нас хватило еще на раковину. Изначально задумка была так, что будет у нас одна сплошная тумба с раковиной, но в процессе ремонта мы немножко дело поменяли и ушли в классику. И разместили здесь подвесную тумбу с навесной раковиной. К слову, в самой ванной, как я уже говорил, у нас очень своеобразные потолки. И, соответственно, люстру было принято решение разместить в самой высокой точке. У нас здесь два источника света. Люстра и подсветка над зеркалом. И повидки мне этого достаточно. Около раковины располагается все, что вам нужно. Есть подвесная форма для мыла. Есть мыло, которое жидко у нас стоит на самой раковиной. Есть у нас место, где поставить зубную щетку и пасту. Также у нас получилось вместить сюда узкий пенал, небольшое зеркало, подсветку над зеркалом. И, естественно, еще в лес у нас держатель для полотенца. К слову, здесь же мы разместили включение и выключение подсветки над зеркалом. И розетку для того, чтобы можно было подключить какое-то из электрических приборов. Изначально мы хотели здесь поставить полноценную дверь. Но потом было принято решение, что мы сделаем ее из матового стекла, что это будет более гармонично. Есть здесь небольшие вопросы у нас по плитке, поскольку здесь керамогранит и он имеет своеобразное закругление. Поэтому создается иногда иллюзия, что уголки у нас немного завалены. Вот, но по факту здесь все ровненько, красиво. Единственное, выдает немножко геометрии самой плитки. Все откусы у нас также выполнены из керамогранита. Зарезаны под 45 градусов и зафугованы эпоксидной фугой. К слову, это у нас третий этаж и солнечная сторона, поэтому здесь, естественно, не обошлось у нас без элементов, которые закрывают у нас окно. Кстати, по самой дышевой кабине здесь у нас она 80 на 80. Вот, и еще осталось порядка 70 сантиметров здесь для размещения подвесного унитаза. И опять же, не очень крупному человеку здесь довольно-таки комфортно можно разместиться. Так что это минимальное расстояние порядка 70-73 сантиметров, которое можно использовать для размещения подвесного, ну, либо вообще унитаза. Вот смотрите, плиточка у нас 60. И еще небольшой кусочек 10 сантиметров. Как я уже и говорил, душевая кабина у нас 80 на 80. Поддон у нас выполнен из мозаики. Душ у нас термостат с тропическим душем и леечкой. Здесь все вещи изготавливались по индивидуальному заказу. Душевое ограждение мы заказывали у специалистов, которые изготавливают эти душевые ограждения. Но, в принципе, это все дело можно было и купить. Единственная проблема, как я уже говорил, у нас задает это потолок. Потому что здесь у нас есть скос. Естественно, и чтобы разместить саму душевую кабину, стекло должно было идеально быть подрезано по задней части. Поскольку стекло у нас всегда каленое, то, естественно, купить и подрезать саму у вас ни в коем случае не получится. Можете даже не пробовать, только испортите все. Итак, друзья, еще основные сложности, как я уже говорил, это провести у нас канализацию от основного стояка к самой раковине. Смотрите, здесь места у нас немного. Пол у нас вообще невысокий. То есть, нет возможности. Даже если бы он был и 10 сантиметров, там было бы стяжки, то уровень канализации здесь очень высокого. Порядка 50-60 сантиметров в точке канализации находится. Как вы думаете, предположите, пишите в комментариях, как нам получилось провести сюда канализацию к этому умывальнику, когда у нас вот здесь находится стояк с основной канализацией. Вода, понятно, вода под давлением всегда находится, под напором водопровод будет даже по прямой, по полу у нас идти. А вот как быть с канализацией? Пишите в комментариях, как думаете, как нам получилось это сделать. Итак, друзья, вот такой вот гостевой санузел у нас получился из небольшого уголка в частном доме. Пишите, пожалуйста, еще раз в комментариях, нравится ли вам такой ремонт. А мы дальше будем снимать еще больше для вас годного контента. Всем пока!